4 марта 2021 года вышла игра Blood and Soul Revolution на мобильное устройство. Сразу появилось много разных вопросов по игре. Сегодня я хочу ответить на один из популярнейших вопросов. Как комфортно и без лагов играть в Blood and Soul Revolution на ПК? Для того, чтобы запустить Blood and Soul Revolution на ПК, вам понадобится эмулятор Android. Я тестировал игру на многих эмуляторах. Самым производительным из них оказался LD Player. Играя на нём, я не заметил лагов или иных подтормаживаний. В общем, этот плеер, по моему мнению, самый лучший из предлагаемых. Минимальное системное требование вы увидите на экране. Итак, LD Player можно скачать по ссылочке под этим видео. В моём случае я скачиваю 64-битную версию, нажав на надпись под кнопкой «Скачать». Выбираем путь и нажимаем «Сохранить». Начинается скачивание. После окончания загрузки запускаем установочный файл. Нажимаем «Запустить». Ставим галочку, подтверждая, что мы прочитали и согласны соглашениям. Можете прочитать, если вам это интересно. Далее нажимаем «Установка». Остаётся дождаться, когда установка завершится. После окончания установки на рабочем столе появится реликл D-Player 64. Нажимаем по нему правой кнопкой мыши, свойства «Дополнительные». Ставим галочку «Запуск от имени администратора». Далее нажимаем «Применить» и «Окей». Теперь можно открывать сам эмулятор. Открываем его. Мои настройки вы видите на экране. Расширение экрана я поставил своё. Вы же можете выбрать из списка предлагаемых или также поставить своё расширение экрана. КПУ я выбрал 6 ядер и АЗУ 8192 гигабайта. Если не хотите заморачиваться, ставьте «Рекомендуемые» и не переживайте, всё должно работать. Остальная настройка у меня стандартная. Я ничего не менял. Теперь наш клиент готов к использованию. Далее скачиваем саму игру. Ссылочка на игру также есть в описании. Открываем игру, устанавливаем предлагаемый патч игры, который состоит из 4 пунктов. И ждём завершения. На этом всё. Можете полноценно и без лагов наслаждаться игрой. Желаю вам больших достижений и великих побед. Если вам помогло данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok